Привет-привет! А вы знали, что яблоко от яблони недалеко падает? И что у каждого человека есть своя изюминка? Во французском языке также, как и в любом другом, есть множество пословиц, поговорок, устойчивых выражений, связанных с фруктами. Сегодня мы с вами выучим некоторые из них. Добро пожаловать на мой новый урок. Не переживайте, глупости мы с вами сегодня учить не будем. Слово unidiotisme происходит от слова un idiome и обозначает идиому, устойчивое идиоматическое выражение. Я, кстати, недавно записала урок про ложных друзей-переводчика и студента, то есть про те слова, которые звучат одинаково во французском и в русском языке, но имеют абсолютно разные значения. Одно из них, вот в том числе, слово unidiotisme. Ничего общего с нашим идиотизмом оно не имеет. Оставляю вам ссылочку на этот урок. Кому будет интересно, обязательно переходите, смотрите. Возможно, откроете для себя много нового и удивительного. А сейчас давайте переходим к нашим фруктам и устойчивым выражениям с ними. Первое выражение на сегодня, оно очень близко к нашему выражению. C'est la surprise sur le gâteau. Это вишенка на торте. То есть, например, да, это какое-то кульминационное, такое завершающее событие, какое-нибудь такое эффектное, да, которое придает блеск и лоск любому событию. Например, молодой человек, да, говорит про сегодня, например, девушку. Je l'invite au restaurant, on mange, on écoute la musique, on danse. Et puis je lui offre une bag de fiancée. Ça sera la sur le gâteau. Да, то есть, я приглашаю девушку в ресторан, мы ужинаем, танцуем, слушаем музыку, и потом я ей дарю обручальное кольцо. Это будет вишенка на торте. Вот в таком контексте можно использовать это выражение. Ещё одно выражение, связанное с вишней, но оно также может быть связано и с клубникой. Ramne sa fraise ou ramne sa surise. В данном случае и surise и fraise как бы отождествляются с лицом. Ramne это значит принести, привести, да, то есть в данном случае принести своё лицо, то есть явиться, притащиться. Вот, то есть может использоваться в таком контексте, как если он ещё раз заявится, я ему всё выскажу, да, например, si il ramène encore une fois sa surise, je lui dirai tout. Или что ещё можно сказать, я не думаю, что он хочет меня видеть сейчас, да, например, je ne suis pas sûr qu'il veut qu'il ramène ma surise, да, то есть я не уверена, что он хочет, чтобы я принёс своё лицо, да, чтобы я явился, чтобы я пришёл в данный момент. Ну, если мы уже начали с вишней, тогда давайте разберём ещё одно выражение, которое может быть использовано как с вишней, так и со сливами, да, то есть, например, travailler pour des prunes, работать за сливы дословно, да, если, но мы можем это сказать, как работать за просто так, или работать за копейки, или работать за спасибо, да, то есть des prunes подразумевается, как такая вот не очень ценная монета оплаты труда, да, или ещё можно работать за хвостики от вишни, тоже за ничего. То есть хвостики от вишни, да, которые мы выбрасываем обычно, они ничего не значат, ну, вот здесь тоже имеется в виду, что работать ни за что, работать за просто так. Следующая идиома, это идиома, связанная с инжиром и виноградом, звучит она так, то есть дословно, полуинжир, полувиноград, то есть и не инжир, и не виноград, да, по-русски мы скажем, это ни рыба, ни мясо, то есть можно сказать про человека, да, или mi fig mi raison, то есть он никакой, да, ни рыба, ни мясо, ни инжир, ни виноград. Во французском языке также много выражений, связанных с яблоком, да, одно из них, самораспространённое, tomber dans les pommes, дословно переводится как упасть в яблоки, но литературно переводится как потерять сознание, да, s'évanouir, то есть синоним у него есть s'évanouir, упасть, потерять сознание. Откуда же произошло это выражение? Почему падать именно в яблоки, а не в какой-нибудь другой фрукт? Как бы достоверная информация о происхождении этого выражения неизвестна, но предполагается, что данное выражение произошло от глагола se pomme, которое переводится тоже падать в оборок. Скорее всего, со временем оно преобразовалось из se pomme, возможно, в se pomme, а потом просто в tomber dans les pommes. Ещё говорят, что писательница Жорж Санде, она использовала также в своих записках выражение être dans les pommes cuits, то есть быть в вареных таких печёных яблоках, что означало быть очень-очень уставшим, être dans les pommes cuits. Скорее всего, эти вот выражения связаны, и во французском современном языке уже укрепилось выражение tomber dans les pommes. Следующее выражение, связанное с яблочками, это être haut comme trois pommes. Être haut comme trois pommes. Дословно быть высоким, как три яблока, да, то есть, значит, быть маленького роста, быть ростом с три вершка, да, то есть, мы говорим от горшка три вершка. В нашем тоже есть языке такое похожее выражение. Être haut comme trois pommes. Быть маленького роста. Следующее выражение, связанное с не менее вкусным плодом, с грушей, да, звучит оно так, coupé la poire en deux, то есть, дословно, разрезать, разрезать грушу на две части, да, coupé la poire en deux, но означает оно найти какое-то общее решение, да, то есть, прийти к какому-то компромиссу, найти решение, которое удовлетворило бы вот две стороны конфликта, возможно. Следующее выражение, se fendre la poire, да, дословно, это, ну, смотрите, fendre, это раскалывать, se fendre, это как бы себе раскалывать, la poire, то есть, расколоть себе грушу. Груша здесь, опять же, ассоциируется с лицом, обозначает лицо, можно еще сказать se fendre la gueule, да, как бы, то есть, тоже расколоть себе лицо, а расколоть от чего? От смеха, да, то есть, это синонимы выражению rire au secla, то есть, смеяться просто, ну, до потери сознания, да, то есть, умирать со смеху, можно еще сказать, да, или так, смеяться вот от души, смеяться до такой степени, что вот прямо сейчас может лопнуть лицо, да, se fendre la poire, или, ну, вот, можно так сказать, например, боже, я чуть не умер со смеху, да, je faille me fendre la poire, je faille me fendre la gueule, je faille me fendre la peche, еще говорят, я чуть не разорвала себе лицо, голову, se fendre la poire, rire au secla, синонимы. Следующее выражение связано с персиком, avoir la peche, значит, быть в хорошей физической форме, быть полным сил и энергии, да, то есть, например, в таком контексте можно сказать, вы проделали длинный путь, да, длинное путешествие, возможно, вы хотите отдохнуть, нет, спасибо, я нормально, я хорошо себя чувствую, да, я полон сил и энергии, je la peche. Говорят, что это выражение было вдохновлено китайской культурой, да, в которой персик обозначает, является символом бессмертия и крепкого, хорошего здоровья. Скорее всего, вот оттуда и происходит это выражение, avoir la peche. Еще есть синоним этому выражению, avoir la frite, je la frite, frite это жареная картошка, да, почему именно жареная картошка, непонятно, но это, как бы, выражение больше дает намек, больше делает намек на именно крепкую физическую форму, то есть, не быть полным сил и энергии, а быть именно крепким, выносливым, в хорошей именно физической форме, avoir la frite. Следующее выражение и последнее из нашей сегодняшней подборки звучит как prendre le melon или avoir le melon. Le melon в данном случае, вернее, да, ассоциируется с такой раздутой от гордости, отважности, физиономией или головой, да, то есть, avoir le melon, это значит быть самодовольным, самым таким уверенным, хвостливым, да, то есть, быть, вот, нести от гордости свою голову, как большую дыню. Это выражение можно использовать, например, в таком контексте. Là, il va prendre le melon et nous raconté, comment il faut faire les choses, да, то есть, сейчас он наденет свою дыню на голову и расскажет нам, как нужно работать, как нужно делать, да, дела. То есть, сейчас вот он возвратит из себя великого начальника и расскажет нам, да, как нужно жить, то есть, prendre le melon, это вот возомнить из себя кого-то и нести вот свою голову важно, как большую дыню. Ну что, на этом я заканчиваю наш сегодняшний урок. Не забывайте подписываться на мой канал, не пропускайте новые уроки. Я уже придумала, какие следующие выражения мы с вами разберем на новых уроках. До новых встреч! A plus, à la prochaine! Хорошего вам всем дня! Bonne journée à vous tous! Субтитры создавал DimaTorzok